Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Единогласные «За» в городе утвердили нового председателя Бобруйского горисполкома. Идея есть, и идея будет воплощаться. Какие планы на будущее? Опасная нажива. Двое бобруйчан распространяли наркотики. Из тайников правоохранители изъяли более полукилограмма психотропов. Где молодые люди делали закладки. Тепло и уютно. В Беларуси рекомендуют включить отопление в административных и промышленных зданиях. Если какие-то заявки совместно отрабатываются. Куда обращаться в случае неполадок? А также военная безопасность, фальшивые деньги и птичий тур. В стране растет спрос на экскурсии по наблюдению за журавлями, что привлекает гостей. Напряжение на международной арене. Президент провел совещание по военной безопасности. Александр Лукашенко акцентировал, обстановка вокруг Беларуси постоянно меняется. А потому меры реагирования на вызовы и угрозы нуждаются в корректировке. США и НАТО систематически поставляют вооружение в соседние страны. Польша фактически стала военной базой Америки. Не отстают в этой милитаристической гонке Литва и Латвия. Все это заставляет наших силовиков держать ухо во строн. Это становится почвой для слухов и фейков. Россия объявила мобилизацию. Значит, Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю. Нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркнул. Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами «Лукашенко готовится к войне». Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал. Если хочешь мира, готовься к войне. Я несколько раз подчеркнул, что мы четырежды, как минимум, уже пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки. Что касается дальнейшего развития событий, Александр Лукашенко исходит из того, что Москва нарастит усилия военной операции. Запад же будет стремиться еще больше вооружить Украину. Ведь его цель, как минимум, ослабить Россию, а как максимум убрать ее с международной арены, чтобы как можно ближе подобраться к главному конкуренту – Китаю. Трудиться на благо города и людей. На внеочередной сессии Совета депутатов единогласным решением утвержден новый председатель Бобруйского горысполкома. Игорь Кисель ранее занимал должность первого заместителя. О кадровой рокировке Ольга Васенда. На повестке 43-й внеочередной сессии депутатов важная тема – утверждение нового председателя Бобруйского горысполкома. Решение «за» принимают единогласно. С назначением Игоря Киселя поздравляет лично губернатор Могилевской области. Анатолий Исаченко отмечает – перечень кандидатов был внушительный. На выбор повлиял послужной список, компетентность, патриотизм и, самое главное, желание работать. Позволь мне вручить настреление. Ещё раз поздравить. Желаю вас самого рада. Игорь Николаевич окончил Белорусскую государственную политехническую академию, а затем Академию управления при президенте. В 2015-м назначен заместителем председателя Бобруйского горысполкома, а в 2019-м – первым замом. Курировал вопросы строительного комплекса, архитектуры и градостроительства, жилищной политики, коммунального хозяйства, связи, транспорта и коммуникаций. Идея есть, и идеи будут воплощаться в реализацию. И очень многое сделано в городе Бобруйске, но ещё предстоит очень многое сделать. Это и строительство новых микрорайонов, это и строительство новых дорог, и социальной сферы. То есть работа будет продолжаться. Помимо официальной части звучат и тёплые поздравления. От депутатского корпуса, руководства предприятий и общественных организаций. В городе Игоря Николаевича знают хорошо. Новый председатель, без сомнений, человек, на которого можно положиться. Это знают как коллеги, так и простые бобруйщане. Четыре года, находясь в наших должностях депутатского корпуса, мы обращались к нему не раз. Он вёл самый сложный участок, никогда не отворачивался, всегда помогал. Не обходится и без благодарности для экс-председателя. Александра Студнева президент назначил мэра Могилёва. За время работы он внёс огромный вклад в благоустройство города. По чётким руководствам Александра Викторовича открывались новые социальные объекты, возводились многоквартирные дома, создавались рабочие места и строились дороги. Однако для Бобруйска это только начало. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Максим Галеонко. Бобруйск, 360. Никакой романтики. Молодая пара из Бобруйска распространяла психотропы. 17-летняя девушка нашла работу в наркомаркете через телеграм-канал и делала закладки на территории Могилёвской и Гомельской областей. Спустя пару месяцев опасный бизнес втянула и своего 18-летнего парня. Вместе они снимали квартиру, где фасовали товар. После задержания и осмотра съёмной квартиры у них были обнаружены и изъяты вещества, которые, по заключению экспертов, являются особо опасными психотропными веществами – альфа-ПВП и мефедроном. Из тайников правоохранители изъяли более полукилограмма психотропов. За незаконный оборот наркотиков в составе преступной группы грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Союзная интеграция, гибридная разработка и васильковый орнамент. В стране планируют создать новую торговую сеть. Кто выступил с инициативой? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь и Россия наращивает товарооборот. По итогам года показатель достигнет рекордных 45 миллиардов долларов. Увеличивается и наш экспорт в страну-соседку. Во многом это связано с уходом с рынка ряда западных компаний. Теперь вакантные ниши занимает отечественная продукция. Государства не только успешно противостоят санкциям, но и укрепляют сотрудничество по всем направлениям – от торговли до кооперации. В стране увеличилось количество выявленных фальшивых денег. За первое полугодие рост составил почти 9%. Чаще всего подделывают доллары США и белорусские купюры в 2,5 тысяч рублей. Большинство таких банкнот обнаружено в Минске. Однако подобные случаи фиксировались в 36 населенных пунктах. В Беларуси планируют создать новую торговую сеть. На полках магазинов окажутся исключительно отечественные товары для дома – льняной текстиль, декор и посуда. С инициативой выступил Беллэкпром. Наши производители будут представлены в каждом ТЦ страны. Главная задача – увеличить продажи собственной продукции и привлечь туристов. БелАЗ презентовали новинку для всей горнодобывающей промышленности. Гибридный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн. Он экономит топливо до 40%. Большое внимание предприятие уделяет и развитию цифровизации. Специалисты создали систему мониторинга транспорта, ведутся разработки в области виртуальной реальности для потребителей. В Беларуси растет спрос на туры по наблюдению за журавлями. Увидеть величественных птиц можно в республиканском ландшафтном заказнике Ельня. Пернаты очень осторожны, поэтому подойти близко не получится. Нужно использовать бинокль или подзорную трубу. Некоторые особи весят около 6 килограммов, а размах крыльев достигает 2 метров. Безопасная ликвидация в Бобруйске снесли ветхие здания. Речь идет о постройках, расположенных на Новошоссейной 25. Сначала оцепили территорию и методом подрыва очистили часть местности. На месте находились медики, сотрудники милиции, ГАИ, МЧС, Бобруйск, ГАЗа. Работы велись в течение двух дней в рамках комплекса мер по наведению порядка в городе. Специалисты отмечают, это один из самых эффективных способов сноса аварийных и заброшенных строений. Почти как дома. В Беларуси рекомендуют включить отопление в административных и промышленных зданиях. Объекты последние в очереди. Градус повышают поэтапно. Весь процесс может занять до 10 дней. За это время отрегулируют температурный режим и работу оборудования. Подают горячую воду по трубам из 19 котельных. Паспорта готовности получены. Идется круглосуточная работа. То есть машинисты-кочегары меняются день-ночь, отцепной, выходной. Плюс сюда приезжает на контроль еще наша аварийная служба круглосуточная. Если какие-то заявки совместно отрабатываются и все устраняется. В случае отсутствия отопления можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу своего района. Номера телефонов доступны на сайте Бобруйского горисполкома. Или по единому 115. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok